ребят у нас дождик нахожусь в теплице слушаю дождик мы с конца мая не слышали этот звук но тут было когда правда пять минут после яного дня вот еще стою и даже походила под дождем его дождик его не видно зато слышно слышно да как барабанник по теплице ну не барабанник мягко сказано барабанник так чуть-чуть может хоть что то я сегодня пыталась копать чеснок земля как асфальт как колотун и чеснок мелкий мелкий сейчас выскочу покажу вот такая земля она пошла вся трещинами и я пыталась вот тут вот покопать чеснок тут вот закинула его он вообще мелкий я такого чеснока в жизни не видела вот такая вот ерунда все лето не было воды я каждый вечер как писающий мальчик то со шлангом то еще как-то то запускала эти шланги по всему огороду и вот сейчас пошел дождь можно сказать нежданно негаданно показать помидор вот у меня вырос вот вот такие вот грозди висят вот эти начинают спеть это оранжевый гигант я что-то даже не помню как он должен выглядеть розовый гиганта помню и знаю он у меня есть это вот оранжевый такой он должен быть или нет в том году у меня его не было вернее я его садила но у меня вырос какой-то горох а в этом году вот дебора у черный смешненький такой это же прошлые года у меня не завязывались первые кисти все было весь урожай был наверху в этом году наоборот первые кисти на мы рано на дачу переехали я тут все сама бегала опыляла первые кисти завязались вот вторая тоже и такой какой-то он у меня смешно это деборала обычно ну ничего тут вот тоже даже что-то завязывается ну тут и бычье сердце такое уже обтрепанное достаточно я тут с него сегодня наверное ведерко такое 5 литровая сняла томатов мой любимый любимый эти томаты малахитовая шкатулка мы их тоже уже едим вовсю их немного завязи вот только на первых кистях на вторых мало но все равно сажала и буду сажать эти томаты пусть хоть два помидора с него будет но они по мне так самые вкусные кейл зато в теплице мне по пояс но на нее тоже напала какая-то в теплице бложка я тут обдирала листья ну вон она вся покоцанная и у меня кто-то стал есть перец видела я в теплице эту совку и бабочку и гусеницу я их уничтожила зверски и вот у меня сейчас перец какой-то вот обглоданный этот перчик какой-то такой странный вот две штучки тут вот одна я их обдирала вот здесь вот даже вот он не растет и горячий мульчи он у меня посыпан и канакака я его поливала и чем только не поливаю не растет хотя вот этот вот вот рядышком ломбарда я уже с него урожай сняла тут уже второй заход я их замариновала в баночку они такие немножко островатые вот нормально растет не знаю вот они эти перчинки тоже ну вот он желтеет уже но он должен быть знаете ну вот такой огромный должен быть что что ему не хватает я не знаю помните где-то феврале показывала ролик собирала купила магазинный перец выдержала его чтоб он дозрел и собирала у него семена и решила их посадить только я их зря конечно еще высушила выдержала можно было сразу в конце февраля посадить вот этот перец я сажала в конце марта на рассаду и вот такие вот перчины вот такие здоровые но и в общем этот перец так меня радует у него много перчиков здесь довольно таки много перчиков утон вот это вот второй я купила он какой-то такой кудрявый тоже ну из семян собранных в магазине вот и сами перцы кусты такие высокие мне наверное ну скоро до подбородка достанут вот но на уровне груди это точно перец большой кустик наклонился под тяжестью он сколько перчин висят такие здоровые еще не краснеет пока но перца много висит как виноград грузины перчины длинные помните показывала в начале июня какой-то помидор у меня тут затесался я здесь где перчик у меня погиб посадила базилик и там оказалось семечко помидора и вот он теперь помидор вот такой и даже вот зацвел но первая кисть у него высоко высоко находится почему-то по расстоянии сантиметров 60 наверное не знаю что за помидор интересные листья такие большие какой-то кустик такой компактный может это еще и будет так что вот помидор посаженный на рассаду в июне и вот помните самые первые помидорчики которые в начале июня у меня созрели вот они до сих пор вот на них помидор очень много но краснеют они теперь как-то не очень это вот москотка я не люблю такие помидоры честно скажу ну вот эти вот маленькие балконные или оконные каких-то называют я люблю высокие потому что эти не формировать не умею ничего у них кусты такие всегда густо облиственные короткие но посадила их потому что на балконе планировала посадить но по крайней мере они первые дали урожай помидор на них навал а марюшка конечно помидорки покрупнее я почти каждый день вот красные снимала пока больше нет красных но их конечно меньше чем той москотки вообще все не так плохо помидорчики завязаны некоторые кустики вот практически все кисти завязались поэтому будем с помидорами ну вот эти да оранжевый гигант на гиганты не похожи такие они средние помидорки кстати дождик то все пять минут пять минут по барабанил по крыше ну вот прочитала я про этот оранжевый гигант плоды должны быть 400 600 грамм здесь вот они не тянут не на 400 не тем более на 600 и куст должен быть 65 сантиметров а он у меня вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вон он куда может у меня какой-то другой гигант не знаю и вот соседний с ним же помидор тоже вот их я их вместе садил оранжевый гигант у него вот больше томаты но на кисти вот тут три помидора тут их один два три четыре пять шесть семь десять штук здесь а вот тут вот не знаю что такое за пересортица или что она в том году их не было был вообще горох вот такие вот наверное вот штучки были но я в этот в этом году думаю дай-ка попробую еще раз его посажу потому что странно ну все вкратце обзорчик свои теплицы томатов и перцев я показала подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всем пока пока